Ждете новые сюжеты? У вас есть интересные видеоматериалы? Присылайте их на электронную почту subscriber.ttsobaka.gmail.com и станьте соавтором проекта Travel Together. В Курске проходит общественное обсуждение новой маршрутной сети города. На площадке Курской областной думы проходит общественное обсуждение новой маршрутной сети города. Участие в мероприятии принимает губернатор Курской области Роман Старовойт. В самом начале общественных слушаний глава региона заметил, что приоритетом должны быть пешеходы, потом общественный транспорт и только после этого автомобили. Многие города пошли по неправильному пути, отдавая приоритет личному транспорту, сказал Роман Старовойт. Получился замкнутый круг, мы строим дороги, парковки, а машины вытесняют людей. Новую маршрутную сеть разрабатывает НИИ автомобильного транспорта, и у многих возникли вопросы к качеству их работы. Роман Старовойт пояснил, что новую схему разрабатывал именно НИИ-АТ. Раньше была разработана комплексная схема транспорта сотрудниками одного курского вуза, речь идет о ЮСГУ. Мы отвезли ее в Москву, и Минтранс ее просто не принял. Уровень выполнения работы не соответствует требованиям, сказал глава региона. В Минтрансе нам порекомендовали несколько НИИ, со всеми мы провели переговоры, от всех получили примерную стоимость, и на основании конкурсных процедур победил НИИ-АТ, который разрабатывал схемы других городов. Под Брянском появилась первая проекционная дорожная «Зебра». В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в селе Толмачево установлен первый проекционный пешеходный переход. Он установлен на оживленном нерегулируемом пешеходном переходе на автодороге регионального значения. Рядом с «Зеброй» находится остановка общественного транспорта и объекты розничной торговли, что увеличивает интенсивность пешеходного трафика. Это приводит к риску возникновения аварийной ситуации, связанной с наездом на пешехода. Как пояснили в госавтоинспекции, проекция не заменяет пешеходный переход, а дублирует его в темное время суток. Тем самым она позволяет водителю заблаговременно заметить пеших участников движения, среагировать и вовремя остановить автомобиль. В Краснодаре обновили 16 павильонов общественного транспорта. Новые комплексы были установлены на улицах Октябрьской, Грибоедова, Кореновской, Московской и Российской. В первую очередь меняют павильоны там, где этого просят жители. Ранее две новых остановки поставили на пересечении улиц Большевистской и Российской, одну на пересечении улиц Жигулевской и Московской, а также на улице Октябрьской между Лениной и Орджоникидзе. Средства на это выделены из казны города. Новые комплексы планируется установить также на улицах Ярославской, Симферопольской, Алма-Атинской, Героев-разведчиков, Дальней, Скорняжской и многих других улицах. Еще около 50 современных павильонов с рекламными конструкциями появятся на трамвайных остановках в разных районах города, в частности на проспекте имени Чекистов и улице Ставропольской. Все они будут сделаны в одном стиле компаниями, победившими в конкурсе. Они же будут отвечать за содержание павильонов. В Кургане задумали транспортную реформу. Администрация муниципалитета прорабатывает с крупным федеральным перевозчиком вопрос об его участии в транспортном обслуживании населения города Кургана. Далее говорится, что эта компания занимается перевозками в нескольких регионах России и имеет хорошую материально-техническую базу. Название фирмы не приведено. Кроме того, власти планируют привлечь к пассажирским перевозкам в Кургане ПАО Сбербанк. Среди недостатков нынешней системы пассажирских перевозок в Кургане называется повышение стоимости проезда. Так, в конце 2020 года цена поднялась с 24 до 25 рублей за поездку. В марте 2021 года она выросла на некоторых маршрутах до 28 рублей. Также есть вопросы к соблюдению графика движения. Кроме того, в мэрию Кургана поступила информация от УМВД, что по вине водителей маршрутных автобусов в городе в 2020 году неоднократно случались ДТП, повлекшие вред здоровью граждан. Отметим, сейчас в Кургане есть несколько предприятий-перевозчиков, которые делят между собой городскую маршрутную сеть. В городе остался только автобусный транспорт. Троллейбусы в Кургане перестали ходить с 2015 года. В Краснодаре произошло серьезное ДТП с участием троллейбуса. 20 марта на пересечении улиц Мира и Суворова на красный свет промчалась Лада Ларкус. Водитель рассчитывал проскочить перед носом троллейбуса, но ошибся. В итоге легковушка врезалась в левый бок троллейбуса, да с такой силой, что Лада отбросила в сторону, а троллейбус врезался в стену двухэтажного офисного здания на улице Мира. Очевидцы говорят, что все произошло в считанные секунды. Водители троллейбуса и легковушки, похоже, даже не поняли, что случилось, но последствия аварии поражают своими масштабами. Основной удар троллейбуса пришелся на окно здания, оно оказалось выбито. Но вместе с рамой рухнула и часть кирпичной стены. Все помещение офиса, в котором, к счастью, в выходной день никого не было, усыпано кирпичами. Рабочая мебель покрыта толстым слоем пыли. В аварии также пострадали люди. Двое пассажиров общественного транспорта получили травмы. Они сейчас находятся в больнице. Когда начнется строительство станции метро Гальянова? Станция метро Гальянова появится на севере Арбатско-Покровской линии и станет новой конечной после Щелковской. Начать строительство планируют весной и летом 2022 года, после завершения основных работ на Большой кольцевой линии. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы. Ранее на сайте также сообщалось, что открытие станции Гальянова состоится в 2023 году, но с учетом объявленной даты начала строительства, открытие может произойти позже. Согласно информации на сайте, опубликованной 13 марта 2021 года, на данный момент прорабатывается градостроительная документация. Проект станции находится на согласовании. Протяженность этого участка от Щелковской до Гальянова составит 2,6 километра. Станцию расположат на северо-востоке района Гальянова, недалеко от жилой застройки. Ее построят на Уральской улице между Камчатской и Сахалинской улицами. У станции будет два вестибюля с выходами по обе стороны Уссурийской улицы. К ним будут везти подземные пешеходные переходы. Гальянова будет обслуживать не менее 73 тысяч жителей района, из которых примерно для 30 тысяч станция окажется в шаговой доступности от дома. Поездки в центр города и обратно станут занимать на 40-45 минут меньше. Очевидцы сняли на видео трамвай, сбежавший от вагона вожатого. Субботний день 20 марта можно назвать днем, когда общественный транспорт вышел из-под контроля. В сети появились уже несколько видеозаписей, которые свидетельствуют об этом. Очередной подобный инцидент произошел в центре Барнаула. Там трамвай, из которого вышел вагон вожатый, решил продолжить движение самостоятельно. Управлявшей трамваем женщине пришлось догонять транспорт. Все произошедшее снял на видео один из участников движения. На записи видно, как трамвай катится по направлению к переезду, который пересекают автомобили. К счастью, столкновение с ними удалось избежать. Водители вовремя заметили надвигающуюся на них угрозу. В столице Татарстана пассажиры толкали трамвай, который застрял. ЧП произошло 17 марта на пересечении улиц Ямашево и Адорадского. На видеозаписи пассажиры трамвая вышли из него и начали вручную толкать общественный транспорт. Спустя некоторое время за застрявшим трамваем образовалась пробка из других трамваев. Трамвай застрял из-за неочищенного снега. По словам очевидцев, трамвай сошел с рельсов, а пассажиры хотели вручную поставить его на место. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова